Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марии Давыдовны. Раз в два в год Мария Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам от семейной разрывы чувственным и беспокойным характером Марии Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно. Только об этом и думает. И не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно. И она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарианскую физиономию. Во время этих размывок Семен Семенович по несколько раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Мария Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом. «Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает естественное желание принадлежать, у него овладеть ее телом». Покашлив, проговорил наконец Семен Семенович, «Я вас зову быть честной, открытой. Загляните вглубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувства». «А у меня сейчас никакого желания не горит». «Что это значит?» — спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой в бледном цветке шиповника в желтой пыльце ворочалась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать в осеннике. «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, оттого и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться. «Кажется, у вас забрался песок в туфельке. Позвольте, я вытряхну», — проговорил Семен Семенович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семен Семенович по щеке. «Вы негодяи», — сказала она. «Я никогда не думала, что вы такой умерзительный человек». Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на говядину, пошла к реке. «Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса, куда писать», — думала она, спускаясь с обрыва. «Не то в кинишму, не то в нижней. Вот теперь и сиди за говядином». Ах, боже мой, она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, поднимая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате. Представь себе, кажется, я полюбила. Так мне кажется». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила в полголоса. «Милый, милый, милый Иван Ильич». В это время неподалеку раздался голос. «Не полезу и не полезу. Пусти, юбку оборвешь». По коленам в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоин и злобно молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла. «Пусти, юбку оборвешь». Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, стиснула горло от омерзения и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежала запахавшийся говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok